Я всех приветствую, друзья! Мы продолжаем серию уроков для учеников 6 класса по программе Spotlight 6, английский в фокусе 6. И сегодня завершающий урок во втором модуле. To see my neighborhood. Урок 2C в переводе обозначает мои окрестности, мой микрорайон. В этом уроке вы познакомитесь с тем, как называются магазины и другие учреждения на английском языке. Повторим предлоги с предыдущего урока, а также вы научитесь описывать район, в котором вы живете, используя карту. И первое задание звучит так. Прослушайте и повторите. Где еще вы можете купить вещи на картинках? Что еще вы можете купить в местах под цифрами с первой по двенадцатую? И сейчас вы прослушайте как раз-таки эти названия магазинов и учреждений. Ваша задача будет повторять. Затем мы их переведем и ответим на вопросы. ПОСТОФИССЯ БАК БАКЕССЯ ГРЕНГРОССЯ СУПЕРМАКТ НУСАГЕНТС КЕМИСТС И эти названия переводятся следующим образом. ПОСТОФИССЯ ПОЧТА БАНК БАНК БАЙКЕРС БУЛОЧНЫЕ ГРЕНГРОССЯ ОВОЧНОЙ МАГАЗИН СУПЕРМАРКЕТ СУПЕРМАРКЕТ НУСАГЕНТС ГАЗЕТНЫЙ КИОСК КЕМИСТС АПТЕКА ЛАЙВЕРИ БИБЛИОТЕКА ПЭТ-ШОП ЗООМАГАЗИН РЕСТОРАН РЕСТОРАН ТОЙ ШОП МАГАЗИН ИГРУШЕК И СПОРТС ШОП ЭТО СПОРТИВНЫЙ МАГАЗИН И вы видите рисунки различных предметов, да? ГАЗЕТЫ, ОВОЩИ, МЯЧИК И сейчас нам нужно сказать предложение, в каком из магазинов или учреждений мы можем это приобрести. И первая газета Мы можем купить хлеб в булочной. Мы можем купить хлеб в булочной. И обратите внимание, что когда мы указываем место, где мы можем приобрести тот или иной товар, мы ставим предлог AT. Далее Мы можем купить мячик в магазине игрушек. Мы можем купить аспирин в аптеке. И второй вопрос был таким Что вы еще можете купить в каждом из учреждений? Ну, например, если это газетный киоск, мы можем что еще купить помимо газет? Конечно, журналы Далее Далее Мы можем купить мясо, сыр и другие продукты в супермаркете. Что мы можем купить в магазине игрушек? Мы можем купить мишку Тедди и кукол в магазине игрушек. И что мы можем купить в спортивном магазине? О некоторых магазинах мы с вами сказали вместе, оставшиеся те, которые мы не упоминали, ваша задача будет описать самостоятельно, что вы можете там приобрести. Следующее задание Прослушайте разговор и отметьте места в карте ниже. Скажите, где каждый из магазинов находится? В диалоге вы сейчас услышите общение мужчины и женщины, при том, что мужчина находится в этом районе впервые, и он встречает знакомую ему девушку, которая будет направлять его и показывать, подсказывать, где какое учреждение находится. То есть у нас есть только банк и аптека. И все остальные учреждения под номерами будут уже отталкиваться от местоположения вот этих двух учреждений. То есть здесь ваша задача обращать внимание на предлоги, которые мы изучали на прошлом уроке. И внимательно слушать. Затем сверим ответы. Субтитры сделал DimaTorzok Уже Если вам было недостаточно прослушать один раз, чтобы понять, где находятся какие учреждения, то вы всегда можете перемотать это видео и прослушать запись ещё раз. А сейчас давайте сверим ответы. Вот именно так они будут выглядеть. И скажем полные предложения. Что где находится. Газетный киоск находится напротив банка. The bank is next to the post office. Банк рядом с почтой. The supermarket is in front of the bus station. Супермаркет перед автобусной станцией. The coffee shop is opposite the chemists. Кафетерий напротив аптеки. The post office is opposite the supermarket. Почта напротив супермаркета. The post office is next to the bank. The library is behind the chemists. Почта рядом с банком. Библиотека находится позади аптеки. Следующее задание. Read the title in the text. Think of six words you expect to read. Listen and read and check. Задание на чтение. Нужно прочитать название текста и подумать о шести словах, которые вы ожидаете прочесть. В тексте прослушайте, прочитайте и проверьте. Название у нас My Neighborhood. Мой район, мои окрестности. И речь будет идти о том, в каком районе живет человек. И он, скорее всего, будет его описывать, да, как предполагаемый по названию текста. И какие слова вы ожидаете услышать? Post office, chemists, coffee shop. Название мест, учреждений, магазинов, которые могут находиться в районе. И давайте сейчас прочитаем этот текст и переведем. I live in a beautiful neighborhood. There are a lot of shops and cafes around here. There is a post office right next to the bank. Opposite the bank, there is the news agents. There is also a supermarket opposite the post office and a bus station in front of the supermarket. Next to it, there is the chemists. Behind it, there is a library. Opposite the chemists, there is my favorite coffee shop. I love my neighborhood a lot. Tony Smith. Я живу в прекрасном районе, там много магазинов и кафе поблизости. Рядом с банком есть почта. Напротив банка газетный киоск. Также напротив почты есть супермаркет. И автобусная станция перед супермаркетом. Рядом с супермаркетом есть аптека. Позади неё библиотека. Напротив аптеки мой любимый кафетерий. Я очень люблю свой район. Тони Смит. Вот таким образом Тони Смит описал свой район, окрестности, где он живёт. И последнее задание сегодняшнего урока. Writing a description of your neighborhood. И ваша задача будет описать свой район, где вы проживаете, опираясь на упражнение третье. Прочтём задание. Draw a street map of your neighborhood and label the buildings. Then write a short paragraph describing it. Use exercise 3 as a model. Нарисуйте карту улицы вашего района. А затем отметьте здание. После этого напишите небольшой параграф, описывая этот район. Используйте упражнение третье в качестве основы, как модель. И обращаю ваше внимание, что когда будете описывать свой район, активно используйте конструкцию there is, there are. Тема предыдущих уроков, there is мы используем, когда у нас последующее существительное идёт в единственном числе. Например, there is a pet shop. А конструкцию there are, соответственно, когда существительное во множественном числе. Также помните о применении в тексте предлогов места. Opposite, next to, in front of и так далее. И я уверена, у вас получится интересный рассказ про ваш район. Конечно же, необходимо к своему району ещё приложить схему карты. На этом наш урок окончен. Если у вас какие-то есть вопросы касаемо темы, пишите их ниже под этим видео, и я с радостью отвечу. С вами была Елена. Оставайтесь на связи. Всего доброго! С вами был Игорь Негода.